Здравствуйте! Вы смотрите программу «На связи». В ней, как обычно, жизнь Кстовского района в вопросах кстовчан и ответах представителей власти. Сегодня на связи с жителями Безводненского сельского совета, глава местного самоуправления этого сельского поселения, Николай Евгеньевич Сотков. Николай Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я вообще знаю, что вы привыкли к двойному ударению своей фамилии, и для вас это, в общем, своего рода такой ценз на причастность человека к вашим собственным землякам. Если говорят Сотков, значит, все-таки из Безводного человека, правильно? Ну да. По жизни мою фамилию искажали при записи, там, какие-то квитанции и так далее. Ну и все-таки правильно моя фамилия произносит Сотков, чтобы ей правильно написать. В Безводненском сельском совете сколько населенных пунктов? Шесть населенных пунктов. И вообще, вы, наверное, со мной согласитесь, во всей Нижегородской области ваше сельское поселение считается одним из самых приятных для проживания. Многие нижегородцы даже хотели бы жить у вас. Вот для вас, как руководителя этого сельского совета, такая престижность, в ней больше плюсов или минусов? Я считаю, больше плюсов. Дело в том, что все-таки уникальный природный ландшафт, река Волга способствовала тому, чтобы люди просто желали жить там. Уже не первый год. Ну, нижегородцы и кстовщане, собственно говоря, скупают земли на территории поселения. Да практически все же скупили. Ну и стали строить дома. Многие, построив дома, живут там в дачное время. Это с весны до осени. Но некоторые, в том числе и нижегородцы, закрепились на этой земле. Дети пошли в нашу безвыненскую школу, в детский сад, который мы открыли в 2011 году. Вообще, помощи много от приезжих, скажем. Я не знаю, называют их у вас там приезжими, дачниками, как угодно? Или хотелось бы больше всего? Ну, приезжими не называют. Те, кто выстроил дома и живет там уже, они как-то влились в единое целое этих сел, деревень. Польза есть, конечно. В том числе материальные пользы. Они выступают с какими-то там проектами, частично помогают в финансировании. И несколько иной взгляд на жизнь, собственно говоря. Они где-то жили, что-то видели лучше. К нам приходят, говорят, а это лучше вот так вот сделать, это вот так сделать. Большое участие, в том числе, вновь прибывшие граждане принимало участие в ремонте нашей средней школы. Это было видно. Наша съемочная группа выехала на улице Безводного для того, чтобы записать жителей этого села. И, несмотря на то, что место престижное, но и проблем тоже хватает. Давайте перейдем к этим вопросам. Вот первый из них, он касается, наверное, одной из самых главных проблем Кстовского района в целом. Вопрос о качестве воды. Давайте послушаем. У меня вопрос с водой. У нас проблема с водой. Вода, во-первых, сильно, ну как, осадок такой большой. Неужели нельзя купить фильтр и хотя бы это самое, поставить его? И жители, чтобы не страдали с водой, отключают очень часто? Такой вопрос. Ну, по качеству воды. Я хочу отметить, что все-таки контроль за качеством воды у нас ведет водоканал, распотребнадзор. Мы регулярно по графику делаем анализы воды, то есть у нас это все под жестким контролем. Но сложилось так, что вот вода в селе Безводное, мы получаем ее с каптажей и плюс еще со скважины, да. Но вот она такого качества. Где-то она жестковата, где-то есть вот и звездковый осадок. Но, тем не менее, согласно всех норм, она соответствует. А что касается набора, высокое место у нас купила? Да. Вот проблема недостатка воды, она более остра. Дело в том, что все-таки село Безводное, оно и получило название, потому что не было воды, я так полагаю. Да. Но, тем не менее, работы у нас ведутся очень серьезные в этом направлении. Относительно 2010 года мы увеличили подачу воды в полтора раза. В этом году мы запланировали капитальный ремонт водонапорной башни. Мы его проведем где-нибудь август-сентябрь. По той причине, все-таки сейчас идет основной разбор воды на полив и так далее, да. Но вот в августе-сентябре мы сделаем капитальный ремонт. Потом мы проложили за это время около пяти километров трубопроводов, водоводов, собственно говоря. Завязали между собой несколько скважин. Работаем в этом направлении постоянно, в круглосуточном режиме. Помощь нам оказывает в этом плане гостиничный комплекс дяди Ваня. У него есть скважина, которую он делится с безводницами. В очень сухое время у нас вода идет по графику, но график мы не срываем, если только что возникает какой-то прорыв. На этом пути мы не останавливаемся. Мы отмежевали земельный участок, поставили его на кадастр. Этот участок принадлежит Безвоинскому сельскому совету именно под скважину. То есть это дело не дешевое, дорогостоящее, но мы идем, и я думаю, в ближайшее время мы бурим эту скважину и ее запустим в работу. То есть безводное мы сделаем с водой. Еще один довольно важный вопрос, и также я его наблюдаю в различных сельских советах по всему Костовскому району. Вопрос о вывозе мусора. Вот как он звучит. Меня интересует овраг за нашим домом. Сводится мусор, загрязняется, идет вонь оттуда бесконечная. Когда оттуда загородят этот мусорный овраг? Предлагаете, наверное, на каком месте идет речь? Это улица Ключевая, село Безводное. Я понимаю. Но туда в основном свозится грунт и отходы строительных материалов, плиты какие-то. Потому что этот овраг тоже имеет для нас важную роль. В каком плане? Дело в том, что вот спуск по улице Советской в нижнюю часть село Безводное, он единственный. И если вдруг там происходит какой-то затор, ДТП, то машины могут спуститься либо подняться вот именно по улице Ключевая. Да, вот по поводу там запахов и так далее. Но будем говорить так. Это не привозится из города Кстова. Это сами жители добавляют туда свои бытовые отходы. Ну, местные жители нам рассказывали, что есть какое-то этому объяснение. Достаточно часто бывает, срывается график приезда машины мусорной. И поскольку она приезжает, условно, раз в неделю, если двухнедельный перерыв между машинами, это уже достаточно тяжело терпеть дома во дворе. И люди вынуждены нести вот в такие места. Так ли это, есть ли такая проблема? Проблема эта существует. У нас есть подрядчик, который занимается вывозом мусора. Он вывозит мусор по графику. Вот сейчас, на данное время, он вывозит один раз в неделю. Оплата за вывоз мусора лежит полностью на сельском совете. С гражданами мы деньги не собираем, хотя это неправильно. То есть гражданин, каждый гражданин должен оплачивать вывоз мусора. Мы к этому идем. Мы пытались в 2011 году жителей, будем говорить, понудить к оплате в вывозе мусора. Но знаете, успехи были малы. Это где-то заключили у нас 10% договоров. То есть работа в этом направлении ведется. Все равно мы придем к тому, чтобы жители собирать деньги за вывоз мусора. Вообще это странно, нежелание платить за это, потому что во всем мире это одна из главных статей коммунальных расходов. Да, я согласен. Но люди, которые живут на селе, они не получают единую квитанцию. Очень сложно выполнить эту техническую сторону. Потому что отдельно идет квитанция за газ, отдельно за воду. То есть тут налоги тоже отдельно приходят. Это очень сложно. Но мы про это не забываем. Мы деньги из сельского совета экономим. То есть как только мы приступим к решению этой задачи, то есть мы будем финансировать от сельского совета еще жителей, чтобы. И вывоз мусора мы увеличим количество раз. Есть еще одна извечная проблема всех сельских поселений. Это проблема дорожного строительства и состояния дорог в целом. Может быть в целом о ситуации мы поговорим чуть позже. А сейчас есть конкретный вопрос об одной из конкретных дорог. Вот как он звучит. Да, пожалуйста. Я работал на Кстовском заводе электрокабель НН, точно если называется. Допустим, к нему подъехать, дорога находится в общем неважном состоянии. Она проходит мимо участков садовых. Конечно, непонятно, кто за эту дорогу должен отвечать, но дорога очень плохая. Вопрос понятен. Мы уже по этому вопросу, по этой дороге мы уже работали. Дело в том, что кабельный завод находится на территории бывшего метизного завода. То есть метизный завод безводинский купили, переориентировали на другую продукцию. И вот в те времена эта дорога принадлежала безводинскому метизному заводу. То есть это была ведомственная дорога? Ведомственная дорога, совершенно верно. Эта дорога тупиковая, она ведет именно к этому заводу. Да, она проходит мимо садовольственского общества и пожарной части. Дорога, она уже имеет частично разрушенное асфальтированное покрытие. Мы этим вопросом занимаемся, сейчас ищем владельца. Если владелец находится, то мы ведем с ним диалог. Если эта дорога наша, то мы ее будем ремонтировать. Но я хочу сказать то, что все-таки в первую очередь мы прокладываем дороги, ремонтируем дороги в жилом массиве. У нас есть населенные пункты, есть улицы, но это в основном новостройки, конечно, где ведется строительство, активное строительство жилья, где у нас там вообще дорог нету, грунтовка. Мы к ним тоже подбираемся, людям тоже нужно обеспечить проезд. А вот участок дороги, спуск на улице Советской, вы уже упоминали его сегодня, говорили о том, что достаточно часто происходят там какие-то инциденты, дорожные транспортные происшествия. С ним что-то можно предпринять, как-то усилить безопасность на этом участке, как-то ликвидировать проблему? Ну, эта проблема действительно очень серьезная. Одна из самых серьезных проблем у нас в поселении. Дело в том, что вот за период с 2008 года на этом участке произошло несколько ДТП со смертельным исходом. Это дорога в нижнюю часть села Безводного. Вот. Ну, мы начали с того, что пригласили институт Гипродорнии с проведением экспертизы. Они провели экспертизу. Ну, заключение не совсем радостное. Дело в том, что нужно вкладывать очень серьезные средства для изменения этой ситуации. То есть, это там выкуп земельных участков, выкуп домов, чтобы как-то спрямить эти повороты и уклон сменить. Вот. Совместно с ГИБДД мы тоже провели большую работу. Разработали профилактические меры. Это ограничение скоростного режима. Ограничение по общей массе автомобилей, проезда грузовиков. Дело в том, что эта дорога, она еще там с царских времен. И, собственно говоря, она в последнее время только асфальтировалась и укреплялись обочины. Мы эти работы провели. Большинство ДТП, которые там происходили, это по вине водителей. То есть, они не очень серьезно относятся к этому спуску. Вот. И происходят вот такие печальные события. На данный момент, на данный момент мы провели торги. Подрядчик определен. Будем эту дорогу ремонтировать, серьезно ремонтировать. Ну, я так полагаю, это вот июля-август. То есть, он приступит к своим работам. Мы с ним уже встречались, диалог был. Также серьезный вопрос тут стоит в том, что именно по этой дороге пешеходы-то идут. Ну, все это вот обратная сторона живописного вида. Высокие, гористые берега, да. Но за красивый вид приходится вот таким образом расплачиваться. Ну, мы тут вот с пешеходами тоже определились. Мы делаем асфальтированную дорожку на тротуар. Лестницу ремонтируем. Это несколько в стороне. Но хоть кто хочет пройти безопасно, то, пожалуйста, вот эта дорожка, ну, в августе мы ее сделаем. Да, она будет. Понятно. Есть еще один вопрос. Вопрос о детских площадках без вода. Просто меня интересует, когда здесь, наконец-то, у нас появится какое-то место, уголочек, где мы, куда мы пойдем с детьми, и где они будут играть, и чтобы не ездили машины, не бегали никакие собаки, то есть, чтобы мы за них не переживали. Вопрос понятен. Это жительница села Безводного. Вот неподалеку, где вот велись эти съемки, находится детская площадка около храма Безводенского. Дальше есть... Есть. Есть. Есть площадка на улице Карла Маркса. Потом есть детская площадка около детского сада. Следующая детская площадка – это около коплиста дяди Ваня. Владелец этого комплекса не запрещает ходить туда с детьми. Наши дети из детского сада эту площадку посещают. То есть, проблема не настолько актуальна, как, я понимаю, вы хотите сказать? Не настолько. В этом году мы установили две детские площадки. Это одну в селе Викивраг, другую в деревне Зименки. Но мы на этом, опять же, не останавливаемся. Мы на следующий год планируем установку та же детских площадок. Конечно, когда выбираем место установки детской площадки, мы обращаемся к тем местам, где наибольшее скопление детей, будем так говорить. Где больше малышей живет. Мы там. То есть, адресно, будем так говорить. Это у депутатов на контроле. Они это отслеживают. Инициатива идет, в принципе, от них, от депутатов. Мы проработаем этот вопрос. А что касается места отдыха для взрослых, не только же о детях нужно заботиться. Я знаю, что у вас планируется оборудовать некую развлекательную, я не знаю, или площадку отдыха в пляжной зоне около Безводной. Да. Так получилось, что село Безводное, которое находится на реке Волга, а пляжа-то своего не имеет. Или хотя бы зона отдыха. Ну, у нас есть земельный участок, который принадлежит Безводному сельскому совету. В нижней части села Безводного. Место хорошее, но оно взросло. Мы планируем в этом году начать работы по расчистке. И, в принципе, будем ежегодно идти по улучшению вот этой зоны отдыха. Планируем там, ну, во-первых, расчистить. Во-вторых, чтобы был песок. В-третьих, очистить дно, чтобы было приятно купаться. Ну, в-четвертых, возможно, там освещение дополнительное. Ну, какие-то лавочки, грибочки. Это все в следующем сезоне, если надежда получить? Да. Постепенно. Ну, мы что-то уже получим к следующему сезону. В этом сезоне мы не успели, так как был высокий поводок. Это место было подтоплено. Вот. Это место находится между Волжским подводником и пожарным пирсом, который вот мы сейчас закончили строить. Место неплохое. В принципе, вот на моей памяти, там всегда и купались. Да. Николай Евгеньевич, насколько я знаю, мы с вами собрались накануне важного праздника в жизни сельского совета. Расскажите о нем. Ну, да. 21 июля в селе Великий Враг будет проходить День села. Ну, традиционно у нас проходит около храма Казанской Божьей Матери. Это престольный праздник 21 июля. Служба в храме начнется в 8 часов. Но после службы в храме начнется праздник День села. Это в 11.30. Будет развлекательная программа, спортивные состязания для малышей, для юношей, для взрослых. Будем чествовать юбиляров, новорожденных, новобрачных. Довольно-таки интересно. Так что, пользуйтесь случаем. Я приглашаю всех на этот праздник. Посетите, посмотрите. Спасибо большое за приглашение, уважаемые телезрители. Я напоминаю, сегодня в программе «На связи» принимал участие Николай Евгеньевич Сотков, глава местного самоуправления Безводненского сельского совета. Мы продолжаем принимать ваши вопросы на электронный адрес вопрос-собака-св-тел.ру. Пожалуйста, пишите. Мы стараемся все наиболее интересные вопросы доводить до сведения представителей власти. И еще раз напоминаю, что печатную версию этой программы можно увидеть в газете «Маяк». Это наш совместный проект. На этом все. До встречи через неделю.